Ваши внимания, комментарии главного тренера Порисовича. До этого момента они были гораздо лучше от нас, гораздо лучше играли и после этого мы чуть-чуть проснулись, первый тайм там, да играли, не пропустили, а могли, второй тайм играли мы, думаю, гораздо лучше и начали чуть-чуть больше играть одиноборство, а там были чуть-чуть лучше на подборе и чуть-чуть прибавили движение, так что сохранили интригу до конца, но каких-то очень острых моментов в мире создавали, просто думаю, что Турла сегодня играла заслуженно. Спасибо. Медрак, считаете ли вы, что сейчас одна из главных проблем команды, ее не было видно с матчей с ЦСКА, она тоже была сегодня, что у нас провисает до центра поля, что в центре поля не креативных, да не разрушительных игроков необходимых сейчас нет? Так ли это? Будут ли в эту зону игроки? И насколько хватит Анюкова и Камбарова на флангах? Слушайте, полузащита Арсенала из Турла игре третий год в месте, а наша полузащита второй раз, так что не хочу сказать, что это главная проблема, да, вы правы, сегодня так выглядело, но посмотрите, Чавшич, Горботенко и Ткачов, они очень хорошо знают друг друга и очень хорошо сыграны, и вообще сама команда очень хорошо сыграна, и для нас сегодня это был очень большой программ. Медрак, последние пять минут второго тайма, Рыжиков практически прописался в штрафного арсенала, если бы так получилось, что он забил, вы бы сильно удивились? Ну, когда, если у вас фарт, тогда можно это случиться, но какая разница, мы хотели попытаться забить все третий, а нам разница, если проиграли два-три или два-четыре какая-то, они все попытались сделать, сделали это, что могли, но там возможности какие-то были. Александр Соболев, да, второй матч подряд забивает, в том году он уходил в аренду, а что с ним произошло, вы отмечаете какие-то изменения, как он работает, может быть, почему такой вот качественный прогресс? Александр Соболев, да, он просто и на тренировках забивает, и в прошлой неделе он забил такой гол на тренировке, и хорошо работает, я думаю, что в своей голове он променился и понял, что должен работать, и что должен очень много работать, потому что качество свое показывает, и дай бог, что он продолжит так, и что будет забивать. Вопрос такой, два поединка с ЦСКА и с Арсеналом, даем очень много бить соперникам, в том матче где-то было 19 ударов, и в этом за 20, с чем связано, причем удары с разных позиций, как и с штрафной, так и вне пределов, почему не блокируем? Знаете, как ударов, может быть, сколько угодно, но сколько было качественных ударов, давай скажем, ЦСКА были удары мимо, выше ворот, или так и веще, ну, это наверняка потому, что мы сегодня далеко стояли от своих противников, мы не успевали на криват противника. Медрак, вот сейчас уроки, да, ушел, вообще, до конца заявочной кампании, сколько нужно вам игроков и в какие линии, чтобы укомплектоваться? Ну, наверняка будем забирать центрального защитника еще одного, потому что он ушел и наверняка полузащитника будет еще один игрок. Медрак, ну, прошла информация, что переходит в нашу команду Александр Гацкан, с которым вы работали в Ростове, это так? Переходит он к вам или эта информация неверная? Ну, там какой-то интерес есть, но сказать, что переходит я сейчас не могу. Еще будет вопрос. Спасибо. Спасибо.